Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 18 октября, день Харитины, память святой мученицы Харитины. В детстве она осталась сиротой и была воспитана благочестивым и добрым человеком. Уверовав во Христа, она решила посвятить служению ему свою жизнь. Ее поддержали в религиозных убеждениях. Она жила в уединении, чтобы спокойно молиться. Для верующих Харитина стала примером образцового христианина, и многие благодаря ей уверовали во Христа. Потом Харитину оклеветали язычники и предали смерти. Считалось, что с этого дня можно начинать прясть, ткать. Поэтому и сам день в народе называли прялой. Женщины и девушки собирались по вечерам вместе, приносили прялки и пряли пряжу. Прядильное дело издавна ценилось на Руси. Поэтому им занимались все женщины. А мужчины в это время приступали к катанию валенок. Приметы. Если сегодня вороны и галки в воздухе вьются, а облака идут против ветра, это к снегу. Безветренная погода сегодня предвещает похолодание в ближайшие дни. Возвращаясь к огурцам, Геннадий Петрович, ну просто какой-то загадочный овощ. Казалось бы, что может быть проще огурца? А почитала книгу «Травник» и задумалась, выписала даже. Смотрите, огурец вызывает дымокружение и вылечивает кашель, который возник вследствие жара. Действительно, когда у нас лихорадка и, естественно, организм разогреть сильно, надо внести такое средство, которое бы охлаждали. Огурец способствует тому, что он охлаждает наше, как говорили, древнее естество. Раз он его охлаждает, то он тем самым не торжествует жар и приводит организм к дому. А вызывает головокружение? Это как? Он вызывает головокружение? Да. Вот насчет головокружения, я, значит, не знаю, за счет чего он может вызывать головокружение. А нагоняет сон? Вот, нагоняет сон. Когда человек, вот смотри, все любые вещества, которые обладают, ну как бы сказать, вот таким вот природной свежестью, они способствуют тому, что расслабляют человека. И, естественно, как только человек расслабляется, возникает сон. Что такое вот еще огурец? Почему он, особенно в жаркое время года, жара, там, допустим, хочется как-то от нее избавиться? Конечно. И как только, ты сама знаешь, мы попадаем в прохладное помещение, особенно с жары, это вызывает, как бы сказать, своеобразное расслабление, бодрость, сила и как-то и сон идет. Потому что в жаре мы не засыпаем. Да. Вот что очень важно. То есть огурец, как продукт, который используется в жаркое время года, он только для этого и подходит. Хорошо. В этом супе есть еще петрушка. А петрушка, в вашей книге написано, обладает уже горячей основой. Вот это сочетание горячей и холодной. Я бы не сказал, что она обладает горячей основой. Она все-таки не горячей основой обладает. Она способствует... Это тоже охлаждение, это своеобразное, сильное такое душистое средство, которое способствует охлаждению организма. Поэтому в этом супе... Сюда можно уже? Да, да, да. В этом супе или вот мы обычно делаем там различные окрошки, квас у нас, огурцы у нас и все холодное. Для чего? Для того, чтобы наш организм охлаждить. Поэтому петрушечка тоже растет на порядочке и способствует тому, что борется с теплом путем самооплощения. Хорошо, моем. Ага. Ну, что мне нравится? Устраняет запах чеснока петрушка. Да? Хорошо. У нас много еще пойдет. Но есть еще удивительный факт о петрушке. Это действие называется «выводит ветры». Тут есть что рассказать. Да, Геннадий Петрович? Ветры. Ветры. Петрушка выводит ветры. Какие такие ветры? Значит, имеются различные, будем говорить, уплотнения. Вот. То есть там, где идет энергия, возникают запахорки, которые ведут к тому, что энергия уплотняется и возникает ее застой. И здесь они как раз и подразумевали, что именно вот это и есть ветры, есть сгущение энергетическое, которое надо нормализовать, чтобы она нормально двигалась. И петрушка за счет своего вот этого фитонцида, за счет своего вот этого духа, она способствует тому, что расширяет поры кожи, она усиливает энергетику. И вот если имеются какие-то запахорки, какие-то затруднения с циркуляцией энергии, а это все пробивается и восстанавливается циркуляция. Но петрушка настолько сильно действует, особенно ее семена, что считается, что она является еще абортивным средством. Почему? Абортивным. То есть может вызвать доставить вода, поэтому беременные женщины в любом случае не должны есть много петрушки. А вот мужчинам нужно, потому что потенцию повышает петрушка. А вот здесь вот, конечно, интересно. Она повышает потенцию за счет того, что добавляет как бы движение. Вот движение, то мужчина должен быть активным. Но, опять-таки, если слишком много мы употребляем чего-то такого холодного, то у нас это влияет на то, что страсть наша уменьшается. И вот ты говоришь, что здесь имеется что еще, помимо огурцов, петрушки и... Мяты, басилиты, да. Обязательно чеснок. Обязательно чеснок. Вот смотрите, чтобы все это чрезмерно сильно не действовало на наш организм и не вызывало все-таки охлаждение, подсушивание. И потеря страсти, потеря теплотворных способностей, которые способствуют пищеварению, надо все-таки немножечко добавить чесночка. На бежонках жужу, бах, нет. Вот это чесночный дух. И смотрите, дух бывает холодный, это у петрушки, базилика. И дух бывает горячий. Горячий это как раз у чеснока, у лука и другой зелени. Поэтому мы в своей окрошке, когда ее делаем, обязательно лучок добавляем, обязательно немножко чесночка добавляем. А вот вопрос про нашу окрошку. Да. Вот смотрите, есть же на квасе, а есть на кефире. Вот я на кефире прям отказываюсь есть, только на квасе мне давай. 20-е лунные сутки. Энолитика лунных суток активизирует духовные качества человека и зовет его на подвиг. Чтобы чего-то достигнуть в жизни, важно оставить сомнения, принять решения и вложить все силы. И тогда все подвластно человеку. Главное, чтобы по достижении поставленной цели человек не возгордился. Сегодня рекомендуется читать духовные и нравственные книги, в которых описаны деяния святых, и брать с них пример. Есть рекомендация в этот день поголодать. Если это трудно, сделайте пищевую разгрузку на кисломолочных продуктах или просто на свежих салатах. А так как сегодня энергетически активен таз и бедра, то выполните упражнения, дающие наростку на них. Приседание, либо ходьба на ягодицах. 21-й лунной сутки. Энергетика этих лунных суток активирует творческие способности. В организме ускоряются процессы обновления и оздоровления. Особенно благоприятны совместные занятия по интересам. В течение этих лунных суток проявляйте высокие нравственные качества. Если вы решили сменить работу, то сделайте это сейчас в самое приятное время. Энергетика суток подавляет работу печени. Поэтому питание отдавайте предпочтение продуктам с кислым вкусом и красным цветом. Они поддерживают энергетику печени. А потребление животных жиров и белков ограничьте до минимума. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok